В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Социально-экономическое развитие и будущее региона за круглым столом обсудили губернатор Николай Меркушкин и молодежный актив общественных организаций. Засверкали, как новые. Фонд капремонта проверил, как приводят в порядок архитектурные памятники. Новый трамвай по городу едет. В Самаре тестируют новую машину, выпущенную пока в единственном экземпляре. От Самары до Оскара – один шаг. Британский актер Марк Райлинс получил свою первую статуэтку за роль советского разведчика, жившего в Куйбышеве. Болгарский след в Самаре. Первую городскую квесты-группу святят Старозагорье. Губернатор Николай Меркушкин встретился с молодежным активом региона. Разговор длился около пяти часов. Жилье для молодых ученых, строительство Гагарин-центра и детского технопарка, развитие спорта и крупных предприятий. Глава региона и представители молодежных организаций обсудили социально-экономическое развитие Самарской области и перспективы на будущее. Акценты встречи в материале Ольги Морозовой. В начале встречи губернатор предложил ее участникам оценить самые важные изменения, которые произошли в жизни региона за последние три года. Молодые люди отметили строительство новых спортивных объектов, подготовку к чемпионату мира по футболу, поддержку молодых ученых и агропромышленного комплекса, а также бюджетную поддержку муниципальных образований. Глава региона рассказала о масштабной работе, которая ведется для развития массового спорта. По мнению Николая Меркушкина только спорт поможет победить наркоманию в молодежной среде. Построили 12 стадионов с искусственным покрытием, с тартановыми зарожками, полным вокруг. Искусственное покрытие означает в любое время года, полноценный стадион могут играть в полноценный футбол. Задача стоит, что это в каждом районном центре, в каждом этом футболе. Ну вот такие вот, у нас там в Самаре 50 лет, вот 100, вот это стадион. Чтобы талантливая молодежь после вузов оставалась на родине, власти региона делают акцент на поддержку крупных предприятий. Губернатор отметил внушительный контракт с СКБ «Прогресс» на доставку зарубежных грузов на космическую орбиту. Предприятие получит 670 миллионов долларов. Николай Меркушкин активно лоббировал интересы самарского предприятия на федеральном уровне. Авиакосмическая отрасль очень важна для развития экономики региона и создания новых рабочих мест. Поддержка молодых специалистов также в приоритете у областного правительства. 170 выпускников Самарского аэрокосмического университета, которые работают на самарских заводах, получают областные гранты. Молодых ученых также волнует квартирный вопрос. Напомним, областные власти планируют построить Гагарин-центр, где появится целый академ-городок. Гагарин-центр будет городок для жилья. В том числе будет построить 5-10-12 домов, высоких для жилья. В основном это будут жить молодые ученые, скажем, у которых семьи, у которых это, это тоже предусматривается. Но пока не говорим, что это бесплатно будет. Может это арендное жилье, как для оппозиционных, может быть это условно-эпотечное жилье, форма может быть разная. Чтобы все планы власти уплатились в жизнь, важна консолидация общества, отметил губернатор. В сентябре в регионе пройдут выборы в Государственную и Самарскую губернскую думу. Николай Меркушкин призвал молодежь проявить активность и не поддаваться на провокации. Представители молодежных организаций предложили организовать молодежный предвыборный штаб. Молодежь готовится, участвует. Вот здесь ребята присутствующие также хотели бы участвовать в праймере, в проявися. Понятно, что мы молодые, опытом набираемся, но благодаря общению на праймере с такими людьми тоже много передается. Одна из задач власти – подготовка качественных специалистов, которые смогут развивать реальный сектор экономики региона, резюмировал губернатор. Ольга Морозова, Максим Гусев, События. К чемпионату мира по футболу в Самаре проведут большую работу по благоустройству. Главный архитектор города рассказал, что сейчас разрабатывается комплексный план праздничного оформления Самары и главных магистралей. Обновят стеллы на въездах в районе музея Самара Космическая. Планируется установить скульптурную композицию основателям космической отрасли. Запланировано благоустройство Старозагоры и реконструкция кинотеатра «Шибко». До 2018 года в Самаре собираются привести в порядок 87 памятников архитектуры. Сейчас в строительных лесах 13 домов. Некоторые не знали капитального ремонта со дня постройки, то есть более 100 лет. Насколько удачно идет восстановление былого великолепия памятников, проверили сегодня представители фонда капитального ремонта. А вместе с ними и Лариса Шалафаст. Так фасад дома 108 по улице Степана Разина выглядел только в год постройки. Это здание возвели в начале 19 века. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Анатолий Лобов прожил здесь больше полувека. Таким свой дом видел только на старых фотографиях. До и после. Конечно, разница большая. Так что в этом отношении есть сдвиги. Сейчас с Волги пойдут гости. Красивый дом. Работы на Степана Разина подрядчики начали прошлым летом. Обновили фасад, восстановили лепнину, заменили балконные плиты. Летом установят балконное ограждение. Продолжится работа и еще на одном объекте. В прошлом году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу обновили фасад и кровлю 66-го дома по улице Куйбышева. Жители за ремонт не платили. Деньги пришли из федерального бюджета. Кровля была после пожара, то есть в неудовлетворительном состоянии. Была выполнена реконструкция, несущая конструкция, стропильная система. Заменено кровельное покрытие. Полностью замена вся обрешетка. Работа здесь продолжится и в этом году. Нужно восстановить вентиляционные трубы на крыше. Кроме того, вместе с управляющей компанией строителям нужно будет доработать технические детали. Красивый дом сделали хорошо. Провода висят. Трубы газовые не покрашены. То есть весь вид портится из-за таких мелочей. Вот здесь совместно должна быть работа, мне кажется, организована и фондом капитального ремонта, и управляющими компанией. До 2018 года в Самаре приведут порядок 87 домов, объектов культурного наследия. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. В Самару на испытания прибыл новый трехсекционный трамвай. Уникальная машина создана в Челябинской области в единственном экземпляре. Тестируют трамвай пока ночью и без пассажиров. Но Андрей Трой все же смог на нем прокатиться. Эксклюзивный репортаж. 71633. Не самое поэтичное название даже для трамвая. Тем не менее, эта машина производства Усть-Катавского завода – настоящее произведение инженерного искусства 21 века. Причем российское. Всевозможные электронные табло, жидкокристаллические экраны, салон на 309 человек, камеры наблюдения внутри, снаружи, есть даже беспроводной интернет, огромные входы и современный низкий пол. А для людей с ограниченными возможностями – специальный пандус. Этот трамвай может похвастаться опциями, которые есть на современных автомобилях. Зеркала с электроприводом, кондиционеры и тепловые пушки в салоне, электронная панель приборов. Есть даже подогрев ветрового стекла, гидропривод тормозов и специальные распылители песка, защищающие от гололеда. Обытные водители трамваев по достоинству оценивают новую машину. Абсолютно современный трамвай, на самом деле трамвай 21 века. Очень удобен в управлении, понятен, очень удобен, мягкий ход, обзор. Все предусмотрено для удобства водителя. Но главная особенность нового трамвая даже не в современной начинке, а в том, что он один. Завод собрал этот вагон в единственном экземпляре, и от того, как пройдут испытания в Самаре, фактически зависит будущее этой машины. Испытания будут проходить у нас в первую очередь по легкому профилю пути. В первую очередь мы будем, конечно, уделять особое внимание электронному тяговому оборудованию, механическому оборудованию, соответственно, конечно же, тормозам, гидравлическому оборудованию. Если новый трамвай покажет высокую надежность и хорошее качество сборки, то, возможно, будет принято решение о закупке, и на заводе начнется его серийное производство. Пока же составу предстоит несколько серий испытаний, как на легком пути, так и на трудных участках со спусками и подъемами. Андрей Трой, Максим Гусев, События. Главные городские проблемы можно решить только всем миром. Для этого необходим постоянный диалог между руководителями города и всеми неравнодушными самарцами. Глава Самары Олег Фурсов в это воскресенье проведет встречу, на которую специальные приглашения не требуются. Вход открыт для всех желающих. Жители Октябрьского района областного центра смогут задать все интересующие вопросы, рассказать о проблемах, предложить свои варианты их решения. Главе города, руководителю района, специалистам городской администрации уже в это воскресенье, 6 марта в 11 утра в здании Самарского аэрокосмического университета по адресу Московское шоссе 34. Эта встреча станет первой в целой серии встреч с жителями всех районов города. Еще раз напоминаем всех, заинтересованных горожан ждут 6 марта в 11 утра по адресу Московское шоссе 34. Вход на встречу свободный. Национальная валюта по-прежнему не сдает позиции. Сможет ли укрепление рубля остановить кризис, разбирался наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Рубль сегодня немного ослабил натиск и позволил основным валютам чуть-чуть отыграться. Но немного, всего несколько копеек. Скорее всего, это из-за того, что нефть никак не пробьет отметку 37 долларов за баррель. Котировки топчутся около отметки 36 долларов 87 центов. На 4 марта Центробанк установил курс доллара США на уровне 73 рубля 82 копейки, курс евро 80 рублей 21 копейка. Золото стоит 2910 рублей за грамм, серебро стоит 35 рублей 48 копеек за грамм. Росстат утверждает, что средние доходы россиян выросли. Правда, в отчете не сказано, у каких именно россиян в кризис выросли доходы. А банкиры утверждают, что граждане в среднем имеют 2-3 кредита. На сегодня это все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. Последствия ЧП на Московском шоссе пришлось устранять спасателям. Напомним, в среду на проезжую часть главной магистрали города Московского шоссе упал железобетонный столб. Никто из людей не пострадал. Под тяжелой конструкцией оказались ВАЗовская десятка, Лада Гранта и Ниссан. Столб спасателям удалось поднять только с помощью гидравлического крана. Лед на Волге в черте Самары почти сошел. Выходить на него опасно, предупреждает МЧС. Более-менее крепкий лед в акватории Жигулевского моря, в черте Тольятти, а также в районе Октябрьска и Сызрани. Но выходить на него там также не рекомендуется. На сайте поисково-спасательной службы опубликованы данные по состоянию толщины льда. Самарского блогера Дмитрия Бегуна, обвиняемого в вымогательстве, могут привлечь к уголовной ответственности еще и за клевету. По версии следствия, интернет-деятель распространял сведения, порочащие честь и достоинство других лиц. Тем временем, к концу подходит расследование дела по факту вымогательства, фигурантами которого стали Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Миронова. Их задержали 29 октября прошлого года. По данным силовиков, они требовали 3 миллиона рублей у предпринимателя Сергея Шатила. После реконструкции на четвертой очереди набережной появится зона отдыха и велосипедные дорожки. Проект находится на государственной экспертизе. Планируется также обустроить спортивные и детские площадки, сделать фонтан и амфитеатр. На набережной обновят фонари, проведут ремонт ливневой канализации и установят систему водопровода для автоматического полива зеленых насаждений. Женщины Самары не стремятся занимать руководящие должности, выяснили социологи. Они проанализировали 20 тысяч резюме дам. В итоге только треть из них принадлежат сфере высшего менеджмента. В среднем женщины-руководители претендуют на зарплату 43 тысячи рублей, тогда как мужчины более амбициозны. Их среднее ожидание 62 тысячи. Самой женской стала сфера бухгалтерского учета. Второе место поделили между собой туризм и индустрия красоты. На третьем месте образование, наука и воспитание. Традиционно мужскими остаются сферы транспорт и бизнес и рабочие специальности. Здесь количество женских резюме составляет менее 10%. В Самарской области проходит череда торжественных событий, посвященных Международному женскому дню. Почетные награды и благодарности от президента и губернатора вручили прекрасным дамам, которые многие годы проработали на промышленных предприятиях в сферах культуры, образования и медицины. Среди награжденных сотрудницы заводов «Прогресс» и «Кузнецов» хрупкие женщины наравне с сильным полом трудятся над созданием уникальных ракетных и авиационных двигателей. И именно женская внимательность к мелочам помогает им доводить детали до совершенства. Современные женщины добиваются успеха и в труде, и при этом успевают быть хорошими матерями. В прошлом году в Самарской области родилось более 41 тысячи малышей. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Областные власти поддерживают многодетных родителей. Из резервного фонда губернатора выделили деньги на новое жилье для 42 семей. Женщины у нас сегодня работают абсолютно во всех отраслях нашей жизни или народного хозяйства. Только труд, только талант, только качественное учребозование в сегодняшних условиях позволит человеку достойно прожить в итоге свою жизнь, быть успешным, быть конкурентоспособным и делать для государства в том числе большое и полезное дело. За роль знаменитого советского разведчика Рудольфа Абеля актер Марк Рейлинс получил свой первый Оскар. Он играл в фильме «Шпионский мост» режиссера Стивена Спилберга. Настоящее имя Абеля – Вильям Генрихович Фишер. В 1947 году он в качестве нелегального агента отправился работать в США. Одной из основных его задач был сбор информации об атомном оружии. Мало кто знает, что за несколько лет до этих событий Фишер работал в Куйбышеве. Дом, где он жил, находится на улице Молодогвардейская. В прошлом году на здании установили мемориальную табличку. Работа Рудольфа Абеля позволила нашей стране обрести ядерный паритет Соединёнными Штатами, а впоследствии и космический приоритет. И после этого с нами стали разговаривать очень вежливо. Заиграют по-новому. Полувековой юбилей улицы Старозагора школьники отметят квест-игрой. Новый формат замен устаревших викторин придумали в Самарской школе искусств номер 3. Участников ждут мастер-классы от шеф-повара, разработка туристического маршрута. Всех секретов организаторы не раскрывают. На презентации первой городской квест-игры «Новые Старозагорские игры» побывала Валерия Макарова. Жёлтые и красные розы на улице Старозагора расцвели ещё десятки лет назад. Неспроста. Королевский цветок – это символ Болгарии, а сама фреска – символ дружбы между Болгарской и Самарской землёй. Рассказать историю родного района в необычной форме такой целью задались в местной школе искусств. Родилась идея квест-игры «Новые Старозагорские игры». Постараемся вовлечь ребят в различные области, чтобы это не было только в виде таких тестов, дайте правильный ответ, а чтобы они и танцевали, и пели, и готовили. Проект разрабатывали с начала года, заручились поддержкой городских властей. Квест-игра вошла в план празднования 50-летнего юбилея улицы. Новые Старозагорские игры придуманы специально для школьников и пройдут в несколько этапов. Проект у нас рассчитан на определенный срок, на несколько месяцев, и в каждый месяц будет несколько этапов заданий у ребят. И для того, чтобы получить допуск к следующему этапу, надо завершить задание, которое они получили. Финальный этап квест-игры пройдет в парке Гагарина, предположительно, в мае. Сейчас еще можно успеть записаться на участие. Регистрация завершается 11 марта. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Без кота и жизнь не та. В Самаре в честь наступления весны рукодельницы организовали выставку «Мартовские котики». Шерстяные, деревянные и керамические. Котомания захватила мастеров прикладного творчества. В ряды усатых-полосатых вступила и Мариана Мирная. Человек и кошка, плачут у окошка. Серый дождик каплет прямо на стекло. Сложно, пожалуй, найти человека, который бы равнодушно относился к кошкам. Люди делятся на две категории. Те, которые кошек явно недолюбливают, и те, которые обожают. Как истинная любительница кошек, я тоже решила присоединиться к семейству кошачьих. Без кота и жизнь не та. Котики шагают по планете, умиляя всех своей непосредственностью. Милые котята и крупногабаритные кошаки заполонили не только просторы интернета, но и выставочное фойе кинотеатра художественной. Самарские рукодельницы принесли свои работы в разных техниках. Объединяет их один общий герой – кот. У меня есть кот замечательный, Василий II. Это третий кот в моей жизни. Поэтому вот Василий II, он у нас большой, черный, такой очень красивый кот. Все у нас как и дворовые, мы их подбираем вот и знакомых. Конечно, кошки присутствуют в моем творчестве. Ну как же можно без них? Женщины и кошки, мне кажется, они… Я не представляю, как дом может быть без кота. Студент кулинарного техникума Егор Саяпин кошек очень любит, несмотря на то, что их не готовит. Кошка в кабачках, конечно, блюдо заманчивое, шутит будущий повар, но все же лучше с четвероногими дружить. Они необычные, просто они забавные, какие-то штуки утворяют, как собаки практически. Принес мышку из-за того, что я поругалась, когда, вот, смотри, у меня колбасу с стола. За это он и принес. Шерстяные, пуговичные, деревянные разнообразие котов и кошечек зашкаливает. Выставка продлится до 22 марта. Марианна Мирная, Станислав Левин. События. Награды самым любознательным. В Самаре завершился фестиваль «Я узнаю мир». Воспитатели детсадов вместе с малышами создавали творческие проекты, из которых жюри и выбирало лучшие. Победителями стали авторы 14 работ. Что интересует современных дошкольников, расскажет Алина Чемерис. Правила дорожного движения мы запоминали, когда рисовали, разукрашивали автомобили. Самарчане с рождения за правила движения. С такими плакатами воспитанники детского сада «Ромашка» выходили на улицы. Чтобы узнать, зачем на дорогах нужны правила, встречались с инспектором ГИБДД. Сегодня ребята и их воспитатель в числе лучших на фестивале «Я узнаю мир». Правила дорожного движения нужно знать, чтобы себя сохранить и всех других. На творческие начинания воспитатели вдохновляют дети. Темой для проекта может стать даже обычный бумажный самолетик. Все выросло из вопросов детей, из наших игр, увлечений. Дети всегда любили складывать из бумаги свои игрушки, которыми играют. Ну а когда возникли вопросы, тогда уже задумывались о том, что это очень интересно и надо расширять эту тему. Фестиваль «Я узнаю мир» проходит в Самаре уже шесть лет. Творческие проекты воспитатели и старшие дошкольники создавали коллективно. Жюри определило лучших в четырех номинациях – путешественники, экспериментаторы, историки, коллекционеры. Всего 14 проектов из 155, которые были представлены на конкурс. Главная задача фестиваля – привить детям любовь к учебе. Когда развивается вот эта поисковая, исследовательская деятельность, это очень здорово. С раннего возраста и в течение всей жизни ребенок должен осознавать, что он должен учиться. Он должен постоянно повышать уровень своей культуры, уровень своей образованности. Для того, чтобы вот это вот желание учиться, мотивация учиться, она начиналась с дошкольного возраста и прошла через всю жизнь. Победители фестиваля «Я узнаю мир» получили памятные награды. А в детские сады, где работают и воспитываются авторы лучших проектов, будут направлены денежные премии. Алина Чеммерис, Алексей Золотенков, События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Рядовой спортруты ЦСКА выиграл Кубок Мира в параллельном гигантском слаломе. Самарский снайпер – чемпион Европы по стрельбе из пневматического пистолета. Дзюдоисты 63-го региона завоевали 15 медалей на первенстве по Волжье. В Ульяновске прошло первенство по Волжье под дзюдо. Самарская команда показала самый высокий результат. Золотыми дзюдоистами стали. У мужчин – супертяж Степан Иванов. У девушек – победительница первенства мира Анастасия Павленко и Дарья Межецкая. Победительница международных турниров Ольга Крюкова и Юлия Лаврентьева. Продолжаем подсчитывать золотые медали. Сборная России выиграла чемпионат Европы в Венгрии. В последний соревновательный день женщины вышли на рубеж олимпийского упражнения. Пневматический пистолет. Дистанция 10 метров. Снайперская стрельба самарчанки Ольги Кузнецовой и ее подруг по команде Виталины Бацарашкиной и Любови Яскевич позволила им заработать 1136 очков из 1200 возможных. Второй результат у спортсменок из Сербии – третью венгерок. Отставание от самарских чемпионок – 1,2 очка соответственно. Нет равных самарским спортсменам и на горнолыжных трассах Андрей Соболев успешно выступил на этапе Кубка Мира в параллельном гигантском слаломе. Это был заключительный старт сезона в этой дисциплине. Самарский чемпион мира финишировал четвертым, но в общем зачете по сумме трех стартов он набрал максимальное количество очков – 2300 и стал обладателем Кубка Мира. На втором месте – болгарин Радослав Янков, на третьем – австрийец Андрос Промегер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...